ДВХАП ТОЧКА РУ Идышевским центром, или центром, можно так сказать. Он нам сегодня расскажет, как там живется в Соединенных Штатах, где лучше, в Биробиджане или там. Это такое важное, не только потому, что это 90 лет создания Биробиджанского района, но и в моей личной жизни, это 30 лет, как началась деятельность, сильно связана с Идышем, и началась она примерно в Рашашон, то есть я вас заранее поздравляю с этим, что я узнал о жизни, деятельности нашей области и города гораздо больше, разы, десятых, тысячи раз, приехав в Нью-Йорк, и потому что это было связано с профессиональной деятельностью, мне посчастливилось учиться Идышу в Колумбийском университете и после двух лет получить работу в главном центре еврейской культуры и истории в институте ИВА, что означает «Идышев, бессенджат, лакарин-институт» или «Научно-израильевская еврейская организация». Очень доброе дело делает, очень важное дело делает, сохраняет и дышевскую культуру, и что самое интересное, в ней материалы в Биробиджане находятся столько, где во всем мире не находятся. Мне посчастливилось именно тем, что я, работая в этой организации 7 лет, имел возможность собирать материалы о своем родном городе и потихонечку копить их для того, чтобы в конце концов привезти сюда Биробиджан. В 1928 году. Года не прошло, а американские еврейские коммунисты очень-очень внимательно следили и верили в это создание, идеализировали его. И они уже в 1929 году послали свою экспедицию в составе ученых, историков, сельскохозяйственных работников, чтобы посмотреть, что это такое. Нужно, естественно, очень много песен было создано на Биробиджане, и это одна из современных песен на Биробиджане. Ну вот, вы видите, что увидели американцы своими глазами. А в песне поется, что евреям дана земля в Советском Союзе, и они строят свое собственное государство. Вернее, будет свое собственное молоко и свои собственные сады. И жизнь будет прекрасна. Еще нет. Еще нет. Тогда я, например, даже не успел отойти. Но я видел, уже попал в засаду. Уникальные документальные кадры, которые в Северном мире. Хотя вот здесь тоже видно, что уже женщина, ну, я бы, наверное, нарепилась, потому что вряд ли это было. Женщины в платье ходили, работали на тракторе. 266 названий, книг, периодических изданий, брошюр, все посвященное Биробиджану. То есть, сами названия 266, очень много говорили. Которая осуществляла именно пропаганду за Биробиджану, поддержку экономическую, социальную, денежную. Это была эпоха. Город состоит и дышев колонизации организации. То есть, организация, которая поддерживала переселение евреев по Советскому Союзу. А в 28-м году, когда объявили создание Биробиджана, почти полностью переключилась на Биробиджан. Черные доски критикуют. То есть, опять-таки, можно увидеть и узнать фамилии, события. Это просто невероятно. Это единственное. Нигде такого нет. Нигде. И вот так Амурзет принял первую группу переселенцев и так далее, и так далее. Очень много интересной информации. Но судьба. Черная доска, красная доска. У нас были играть не через чистопарки. Но самое, самое невероятное. Бюрократы, хранившие идеи, резолюции, но строго наказанные. Самое невероятное это вот здесь. Лена увидит и поймет. «Гезанал дург Гершен Эпштейн. Париж». То есть, я узнал человека, и с обратной стороны газет есть такой штамп, который позволяет нам узнать, кто собирал эти газеты. Гершен Эпштейн. И в недавней книге, выпущенной самым главным знатоком о вильнюсском иго, Довиде, Довиде Фишнен, он упоминает Эпштейна, этого Эпштейна, который собирал материалы из вильнюсского деда. Были переданы Гершен Эпштейну, самым знаменитым еврейским поэтам, Абрама Ксуцкого, который тоже пережил гет. Это меня так трогало. И, ну, это и придает этой коллекции еще такой невероятный, невероятную значимость и ценность. Я удивлен, потому что вот меня, находящегося там, это очень-очень-очень сильно затрагивает. Вот я был сегодня в университете, в университете имени Шолома Лейхима, который был создан как пединститут только, исключительно из-за того, что там создали отделение англоидыш. А сейчас этот университет получил название Шолома Лейхима, и там даже буквы идыша нет. Даже буквы нет. Я использую что-то свое, там, свои англоидышические программы в Америке, ну, 50-60, как ты сказала, великов просмотров, 50-60 просмотров. Что для них считаю это здорово. Я приехал сюда, я подошел к памятнику Шолома Лейхима, сделал селфи, то есть свою фотографию вместе с Шолома Лейхимом, и сказал, Шолома Лейхим, Шолома Лейхим. 260 человек, сразу в 5 раз больше. Я бы не смог это, я осуществлюсь здесь, благодаря вот этой помощи, мечту своей жизни. Я издал пособие, как преподавать идыш для детей в 1995-1997 году, не помню уже в каком. У меня всегда была мечта это перевести на русский язык в честь моих родителей, которые уже, к сожалению, не здесь, не на этой жизни. Это очень такой, ну, достойный проект, но для этого же нужны были деньги. Так вот, студент, который берет мои, который учится у меня уже несколько лет, был в Биробиджане, любит очень Биробиджан. У него 25 лет этому парню. Услышав, что я еду в Биробиджан, он полностью, его родители полностью купили эту поездку, плюс дали возможность издать эту книгу здесь. И это очень здорово.